Визит к стоматологу. У большинства людей он не вызывает радости. Может, поэтому люди обращаются к врачам-стоматологам только тогда, когда испытывают сильную боль. Многие, боясь дискомфорта или оправдывая своё нежелание идти к врачу нехваткой времени или денег, слушают знакомых, читают статьи в интернете и в других источниках информации, иногда не совсем достоверных, делают при этом неверные выводы. А между тем технологии лечения совершенствуются, процедуры становятся безболезненными. Сегодня мы расскажем вам о самых распространённых мифах и заблуждениях, а также разберёмся, что в них правда, а что всё-таки выдумка. В студии у нас Андрей Рябинок, врач-стоматолог, терапевт, хирург. Андрей, здравствуйте. Здравствуйте. Ну вот скажите, пожалуйста, ваши пациенты боятся стоматологов? Да, конечно, безусловно, они боятся. Первое, что их пугает, это болевые ощущения в процессе лечения. Но первое, что их подвигает к нам прийти, это, конечно же, боль. На приёме, естественно, мы проводим обезболивание, и поэтому процесс лечения у нас происходит безболезненный. Даже перед постановкой анестезии мы используем аппликационную анестезию, то есть обезболиваем место вкола. Болевые ощущения также могут испытывать пациенты после проведения манипуляции врачом, после того, как это идёт, анестезия. Но для этого мы назначаем общую терапию, допустим, обезболивающие препараты. То есть с болью научились справляться? Ну вот и тут сразу возникает первый миф, который мы сейчас развеем, либо подтвердим. Значит ли это, что к стоматологу нужно ходить только тогда, когда уже что-то заболело? Нет. Категорически нет. Первая необходимость – это проведение профгигиены, когда мы очищаем все поверхности зубов, также и поддесневые зубные отложения, при этом мы обнаруживаем скрытые дефекты, допустим. Также зачастую пациенты приходят к нам от других специалистов при случайном обследовании. Допустим, хронические процессы, они не вызывают никаких болевых ощущений, либо дискомфорта. К примеру, кисты обнаруживаются у нас на рентгенологических картинах. И тогда возникает второй миф. А если, например, человек хорошо чистит зубы каждый день, даже два-три раза в день, хорошо чистит, как ему кажется, нужна ли ему тогда профессиональная гигиена? Конечно, необходима. Зубные отложения бывают также поддесневые, как я уже ранее сказал. То есть оттуда зубной щеткой мы не сможем вычистить. То есть гигиена нужна и все-таки такая чистка глобальная, да? Как часто? Как часто? Все зависит от мануальных навыков пациента в данном случае. Первое. И еще один нюанс. Наличие брекет-системы, допустим, сложных ортопедических конструкций тоже влияет на уровень гигиены пациента. Вспомогательные средства он испытывает зубные нити, флоссы, либо ирригатор. Андрей, перейдем к следующему мифу. Есть люди, как правило, родители маленьких детей, которые считают, что молочные зубы лечить не надо. Вот пусть они выпадут, новые вырастут, и тогда уже будем конкретно ходить к стоматологу, там лечить, на профилактику и прочее-прочее. Это что скажете? Здесь тоже категорически нет ответа. Почему? Потому что надо отталкиваться от того, для чего служат молочные зубы. Они участвуют не только в акте жевания у нас, но и в формировании речи. То есть разговорный аппарат у нас. То есть зависит от того, какие у нас, да, что у нас с зубами происходит. Второе – нарост верхних челюстей и нижней челюсти. То есть нагрузка, передаваемая от этих зубов, влияет как раз на рост. То есть молочные зубы тоже надо лечить, также хорошо чистить, ими хорошо заниматься. Да, даже в настоящее время даже коронки ставятся на молочные зубы. Даже так, даже так. Андрей, такой еще миф. Есть люди, которые считают, что восьмые зубы, да, зубы мудрости, самые последние зубы, да, которые у нас в последний момент вырастают, самые поздние, да, хотя у кого, наверное, как, по-разному, нужно обязательно удалять. Вот вы как считаете? Здесь необходимо учитывать симптоматику. То есть как прорезается в настоящее время зуб, правильно ли он расположен, какую выполняет ли он функцию свою, жевательную в первую очередь. Не послужит ли в будущем осложнением для других зубов? К примеру, неправильное расположение его может служить застреванием пищи между седьмым и восьмым зубом. И в этом случае происходит развитие кориозного процесса на седьмом зубе. То есть по ситуации, да, если они в порядке развиваются, не мешают, да, то пусть живут. Функция здесь заключается в том, что восьмые зубы также участвуют в росте нижней челюсти. То есть они не случайно у нас появляются. Ну да, ничего случайного у нас не бывает. Вопрос про отбеливание. Тоже много мифов с этим. Кто-то считает, что отбеливание зубов может вредить. Причем как даже отбеливающие пасты, так и какие-то специальные процедуры отбеливания у стоматолога. Вот что скажется на этот счет? Отбеливание здесь учитываем кабинетное либо отбеливание, либо домашнее. Но перед проведением домашнего отбеливания необходимо провести профгигену в любом случае. Потому что налет, который находится на поверхности зубов, он будет способствовать снижению эффекта отбеливающего. Поэтому эмаль может испортиться. Поменять цвет, допустим, появятся белые пятна местами. То есть это решение нужно принимать все-таки, наверное, индивидуально. И смотря, чего мы хотим добиться в этом случае. Да, какого результата в конечном итоге. Про чистку зубов. Тоже с этим есть достаточно количество мифов. Насколько я знаю, стоматологи всегда советуют чистить зубы два раза в день минимум. Может быть, вы меня сейчас поправите. А когда? Говорят, что надо после еды, после завтрака. Но иногда, когда утром просыпаешься, как-то вроде как, может быть, наоборот, сразу надо почистить зубы. Что скажете? Здесь у нас идет речь о том, что функция нашей чистки зубов – это в первую очередь очистить остатки пищи, продуктов, налета, которые имеются на зубах. Что еще? Зачем мы чистим зубы? Ну, прежде всего, для этого. И тогда получается, что после еды логичнее? Да, после еды, конечно. А если, например, просыпаемся утром, и неприятные ощущения, а мы еще собираемся завтракать? Можно, если мы, допустим, используем фрукты, допустим, грубую пищу, либо овощи, твердые яблоки, морковь. Здесь способствует самоочищению. А кстати, вот тоже еще одно убеждение. Правда ли, что яблоко или морковь может прям заменить чистку зубов? Нет. То есть они помогают очищать, но они заменяют? Первое – это фруктовые кислоты, которые содержатся в этих продуктах. А второе – это механическая, то есть грубая пища. Вот, насколько я знаю, есть такое мнение, кстати, мнение стоматологов, насколько оно верное, что вот дети сейчас, современные дети, мало жуют, и поэтому у них челюсти не развиваются. Вот насколько важно ребенку вот прям жевать, прям вот прям жевать? Это важно? Это влияет на рост челюсти как раз, формирование и прорезание в будущем постоянных зубов. То есть не только пюрешечки, да? Да. Понятно, что когда нет зубов, тогда только пюрешечки. А с какого возраста вообще нужно начинать ухаживать за зубами? Когда все уже... Нет, как только прорезались первые зубки, да. И за одним надо ухаживать. Да, для этого есть специальные средства гигиены, то есть мамочки, они знают, что в аптеках продаются такие средства. А вообще, как часто нужно бывать у врача-стоматолога, если даже ничего не валит? Раз в год у этого будет достаточно, но тоже с оговоркой. То есть после первого визита к стоматологу врач может назначить следующее посещение после полной санации через 3 месяца, либо 6 месяцев. А встречались ли вам такие пациенты, у которого нет вообще ни одной пломбы, ни разу не было кариеса, и вообще вот зубы просто идеальные. Такое бывает? Да, встречается. Бывает. Бывает. А от чего это зависит? Человек хорошо чистит зубы или нет? Зачастую это связано с тем, из какого региона прибыл человек, характер пищи его. Конечно же, и питьевая вода. Фтор у нас достаточно хорошо влияет на развитие зубов, но и также вызывает заболевания в будущем. Сразу прям так вы заинтриговались. Из каких же регионов приезжают люди со здоровыми зубами? Да, допустим, за Байкалье. Там фтор, содержащий воды. То есть фтор очень много значит. И вот не случайно пасты, зубные пасты с фтором, они тоже рекомендованы, да? Все-таки фтор – это очень важный элемент. Ну, всего в меру должно быть. Ну да, не будем же мы фтором чистить зубы. Андрей, скажите, пожалуйста, а вот когда вам самому предстоит визит к стоматологу, вы немножко волнуетесь? Конечно. То есть волноваться – это все-таки нормально? Да. То есть то, что мы волнуемся, хотя уже… То есть если у человека даже есть фобия, полноценно развитая фобия стоматолога, то врач может назначить первое перед приемом, при медикации, то есть успокаивающее средство, но если уже фобия перерастает прямо в патологию, то есть человек не может высидеть посещение, то лечение под наркозом назначается. То есть это тоже возможные такие варианты. Ну, в принципе, очень много сегодня, мы сказали, существует того, что все-таки наш страх так растворяется, да, мы расслабляемся и все. Ну, мне кажется, знаете, очень важно, правда, вот если, например, ребенок, да, здорово, когда первый визит проходит. Вот как пройдет первый визит, да, во многом будет, наверное, отражаться. Ну, первый визит у детей обычно – это знакомство, то есть там мы с щеточкой можем поработать, то есть все манипуляции, они не связаны с пугающими звуками, шумами, иглами, то есть… Ну, мне кажется, что сейчас даже и шумы в кабинете стоматолога стали другие, нежели были там 15-20 лет назад. В принципе, да. Да, они все равно есть, они все равно так немножко нас настораживают, но тем не менее. Андрей, спасибо вам огромное. Я думаю, что очень много мифов мы сегодня развеяли, и благодаря этому у вас станет больше работы, у вас, у ваших коллег. Я надеюсь, что наши зрители будут чаще бывать у стоматолога. Куда обращаться? Оскар Мед, Советская, 32. То есть можно приходить, записываться, задавать вопросы, ну и, соответственно, смотреть, что происходит в состоянии здоровья. Я благодарю нашего гостя. В студии у нас был Андрей Рябинок, врач-стоматолог, терапевт-хирург.